Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы подготовили для вас, пожалуй, самый вкусный выпуск программы «Бизнес-план». Наша героиня Ирина Дашковская – успешный частный кондитер. В ее арсенале десятки авторских рецептов. Ее шоу-торты поражают воображение, а на мастер-классах нет свободных мест. А ведь еще пять лет назад, признается Ирина, она и подумать об этом не могла. О том, как с нуля стать топовым кондитером, сегодня в программе. Меня зовут Ирина Дашковская, я кондитер, частный кондитер. В этой сфере я уже пять лет. Пришла неожиданно для себя. Мы к друзьям ездили в гости со сладостями. И однажды мне подруга говорит, слушай, у тебя такие вкусные тортики, ты красиво, эстетично оформляешь. Попробуй это делать на заказ. Я как раз была в декрете. Я искала себя, мне хотелось чем-то заняться еще дополнительно. Так как не было опыта, поэтому во мне проснулся скептик и неуверенность в том, справлюсь ли я вообще. Часто люди покупают, просто зайдя в магазин, что-нибудь к чаю. Я подумала, что смогу к чаю натуральный продукт изготовить. О том, что делать какие-то шедевры кулинарного искусства, я даже не подозревала о том, что во мне проснется такое желание. Первое изделие – это был такой бросок и опыт для меня колоссальный. В меня поверила моя соседка. Я просто сообщила, что вот, пожалуйста, можете заказать у меня к чаю что-нибудь. Там медовичок, наполеон, печенье. Она позвонила, говорит, Ирина, у меня через месяц внука день рождения, 5 лет, и мы бы хотели тортик. Торт в виде машинки Маквин. И на что я ей ответила, вы знаете, я так, ну, я не умею такие торты делать. Она говорит, я верю, ты все сделаешь. Так как я еще внутри человек такой амбициозный, и мне очень нравится что-то пробовать новое, испытывать себя. Я сразу же стала искать информацию в интернете. А 5 лет назад, к сожалению, еще не было много таких онлайн-курсов, как сейчас уже доступно. Тогда были текстовые мастер-классы с фото. Я стала искать и подробно по крупицам стала собирать, как же создать эту машинку. И еще очень помог мне мой супруг. Он мне помог именно форму, чтобы соблюсти эту форму, все пропорции, чтобы выглядела машинка, как машинка. Четверо суток я потратила на создание этой машинки. Вот, в итоге я получила отзывы, от которых просто плакала. И поняла, что, видимо, это мое призвание сделать людей счастливыми, вот, благодаря своему делу. На сегодняшний день в нашем ассортименте мы предлагаем, ну, помимо тортов авторского исполнения, еще и шоколад ручной работы, это трюфеля, корпусные конфеты, шоколадки, сладости, которые мы предлагаем на кандибар, на сладкие столы мероприятий. Так как появились постоянные заказчики, и каждый раз хочется уже удивлять. И, соответственно, в течение уже четырех лет я постоянно совершенствую свои вкусы. На основе классических рецептов я добавляю какие-то новые сочетания. И тогда рождается уже новый вкус, новый рецепт торта. То, что я начинала использовать, там, простейший медовик, прага, классику такую, да, сейчас я перешла уже на более сложный уровень, там, уже торты с запеченным чизкейком внутри, да, когда вот, там, компотекули используются в прослойках торта. Уже более сложные вкусы, интересные. Я не могу сделать один тортик и делать его всем клиентам подряд. С каждым заказом я усложняла заказ. Даже если я что-то не могла сделать, но я понимала, что я это изучу, эту технику. Теперь я больше специализируюсь на свадебных заказах, корпоративных. И для каждой компании, для каждой пары, невесты особенно, для нее же нужен торт. И я предлагаю для нее декор, чтобы на каждой свадьбе был особенный торт. Три года я обучалась самостоятельно. Все какие-то новые техники я смотрела в интернете, что-то сама дорабатывала, отрабатывала. Но однажды я увидела шоу торта у кондитера Марины Синицкой. Когда ярусы торта просто парили в воздухе, это было что-то невероятное. И мне очень захотелось создать такой торт. И я показала этот торт супругу. Он у меня инженер по образованию. И сказал, ну, сначала тоже скептически отнесся, ну, потому что у нас не было знаний, опыта, как же это сделать. Но потом мы посидели, подумали, что вот мы сможем. И благодаря проекту «Свадьба вашей мечты в подарок» для меня был толчок такой вот удивить наш город, наш Гомель. Я видела, что еще в нашем городе шоу тортов точно не было. Мы работали над этим проектом в течение недели. Но это уже именно такая плотная подготовка перед проектом. А до этого, естественно, мы смотрели, пробовали эту конструкцию. Потому что каждый ярус, ни в коем случае не должно быть уклона тортика. Все должно быть ровно и идеально. Как оказалось, самый сложный заказ, он был в этом году, я создавала шоколадную туфельку. Заказ был, чтобы на торте была туфелька, одна из дорогих пар, которые представляют в Дубае ежегодно. Вот эта туфелька была золотая. На туфельке было 240 бриллиантов. И мне нужно было такую туфельку создать с шоколадом. Я взяла образец туфельки-шпильки обычный. И мне нужно было создать молд, чтобы туда залить шоколад и достать уже готовую шоколадную туфельку. Но это оказалось достаточно сложно, чтобы именно идеальная форма была, без шероховатостей. Но я справилась. Последние сутки я вообще не спала, не смыкая глаз, вот только над ним, над туфелькой, работала над молдом, вернее. Я его делала молд, потом заливала шоколад, что-то не получалось, я опять делала молд. И вот это вот непрерывный процесс такой был. И ночью вот, да, вот я все-таки пришла к тому, что я сделала утром. Я отполировала, шоколадная туфелька была идеальна. Муж гордился о мною. Когда речь идет о сладостях, прерваться можно, ну, разве что на кофе. В продолжении вкусной темы, обзор бизнеса «Кофе с собой» и налоговая грамота для тех, кто решил сделать домашнюю выпечку делом своей жизни. Смотрим рубрику «Бизнес-блокнот». Пчеловод в третьем поколении Руслан Джалый бизнесом «Кофе на вынос» занялся в неурожайный намет год. В качестве альтернативного заработка оказалось дело интересное и прибыльное. Как-то такой был период, что был неурожайный год, именно на тот момент была своя точка розничная, и нужно было как-то задействовать. Начал думать, чем заняться. Ну, думал-думал, площадь была небольшая, но пришел к теме кофе. Начал тему изучать, читать, узнавать все. Ну, так потихоньку оно пошло-поехало. Теорию и практику кофейного дела Руслан изучал одновременно. А учитывая конкурентность сферы, прекрасно понимал, делать нужно не просто качественно, но и с изюминкой. Устройство, оборудование абсолютно, все по кофе, допустим, всю информацию абсолютно, какие сорта, как готовить, так что. Ну, потихоньку, ну, плюс подкреплено было сразу же практикой, то есть тут фактически было без права на ошибку. Надо было делать хорошо, ну, и уже фактически работать, зарабатывать. Сначала читал, искал поставщиков, обзванивал, то есть фактически это было где-то пару месяцев на телефоне. Опять же надо было сделать ремонт, там все переделать полностью под кофе, получить разрешение всевозможное. Эта точка сейчас и на данный момент есть, там просто кофе с собой, то есть никакой такой темы нет. И в определенный момент подошел к тому, что оно должно выходить за пределы, то есть людям это нравится, они готовы это покупать. Искал место где-то в центре. Ну, опять же, если начинать эту тему где-то развивать в условиях конкуренции всего, нужна какая-то фишка, изюминка. То есть, ну, думали, придумали, что это будет кофе из контрабаса. Что сделать контрабас? Кофе из контрабаса от креативного бариста Руслана Джалова знают уже многие гомельчане. За несколько лет он стал настоящим мастером своего дела и сегодня готов поделиться полезными советами с начинающими. Ну, первое, нужно желание, чтобы на старте не перегореть, все-таки продолжать двигаться. Потому что многие начинают вроде, да, хочу, но дальше, чем хочу, это не идет. Определиться, где это будет. Во-первых, место, это же очень важно. Место понять, в каком это будет виде. Либо это будет кофейня, либо это будет просто ларить кофе с собой. Ну, и потом уже, да, углубляться в тему, то есть найти хороших поставщиков надежных, с хорошим качеством сырья, того же зерна. Это тоже очень важно. Ну, и, во-вторых, научиться самому готовить хорошо, потому что любой, даже самый хороший кофе, очень легко испортить. Просто не умеем его готовить. Ну, трудолюбие, потому что надо очень много сил положить на это, что значит. То есть не будет такого, что ты будешь работать с 8 до 5, и у тебя будет два выходных, так, ну, молоко получается. Работать, работать, еще раз работать. То есть ничего не бояться, работать, это все. Вернемся к теме домашней выпечки. Сегодня, чтобы заниматься этим физическому лицу, не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Важная информация от налогового инспектора на заметку. Основным условием для осуществления данного вида деятельности является ее самостоятельность. То есть без привлечения наемных лиц. Следующим условием является приготовление пищи в домашних условиях. То есть непосредственно либо на дому у заказчика, либо самостоятельно физическим лицом. Также не ограничены законодательством возможности физическому лицу приобретать продукты для приготовления пищи. То есть он имеет право приобретать продукты самостоятельно, либо готовить из продуктов заказчика. Физическому лицу для осуществления данного вида деятельности необходимо до дня начала ее осуществления представить налоговый орган уведомления и уплатить единый налог. Уведомление физическое лицо вправе предоставить лично, независимо от места жительства, любой налоговый орган, направить по почте или предоставить его через личный кабинет плательщика. Размер ставки единого налога при осуществлении данного вида деятельности в городе Гомеле составляет 24 рубля в месяц. При исчислении единого налога для отдельной категории граждан предусмотрены льготы. Так, в частности, если плательщиком является пенсионер по возрасту, ставка единого налога будет снижаться на 20%. Для данной категории плательщиков предусмотрены преференции. В частности, нет необходимости оформлять документы по приему наличных денежных средств за оказанные услуги. Кроме того, физическое лицо не ведет учет своих полученных доходов. Уплату единого налога физическое лицо может произвести через любое отделение банка, либо через ЕРИПС. Не думала никогда, что я буду проводить мастер-классы, но еще года два назад мне мои друзья и вентеры, с которыми я работаю, они стали говорить, Ирина, ну проводи мастер-классы, ты так красиво делаешь, надо и научить других. И мы начали цикл мастер-классов для девушек-любителей, чтобы показать, что из натуральных продуктов можно создать дома, испечь очень вкусный десерт, и не нужно тратить очень много времени на это. Я признаюсь, у меня обычная кухня, у меня непрофессиональная. Обычный планетарный миксер, который доступен любой хозяйке. Обычная печь, духовой шкаф. Нужно, может быть, для сборки, для выпечки тортов необходимы. Естественно, нужно форму купить, различные инструменты, лопатки, шпатели. Сверхъестественно, точно ничего не нужно. Начинающим кондитерам, девочкам, которые хотят прийти в сферу кондитерского искусства, к этому вопросу нужно подойти серьезно, потому что тортик на заказ – это большая ответственность. Нужно не только просто испечь простой тортик, украсить его ягодками, либо цветочками. Нужно соблюдать всю технологию, чтобы это было безопасно для нашего клиента. Это в первую очередь. И, конечно же, чтобы плыть дальше в этой сфере, не стоять на месте, нужно развиваться, постоянно использовать новые техники. Не бояться. Здесь только трудолюбие, усердие. У меня были критические моменты, когда я понимала, что мое творчество, оно переходит просто в какую-то механическую работу. Но я поняла, в чем причина. Причина в том, что невесты в основном или заказчики, они выбирали те торты, которые я уже делала. Я поняла, что мне это вот… Ну, я не испытываю радость и удовольствие от этого, потому что я делаю это уже повторно. И чтобы испытывать эмоции, радости, счастье, да, и хотеть очень это делать, я поняла, что мне нужно всегда, всегда совершенствоваться, что-то делать новое. Так как кондитерский мир не стоит на месте, я постоянно стремлюсь к тому, чтобы быть модным кондитером, быть в тренде, делать новые вкусы, новый дизайн. Я мечтаю открыть свою студию тортов, эксклюзивных тортов, авторских тортов. Я занимаюсь любимым делом и дело, которое приносит радость моим клиентам. И я счастлива от этого. То есть меня это подпитывает. Крылья вырастают. Я хочу творить, несмотря на усталость, несмотря на то, что вот я, к примеру, двое суток работала не спавшей, но когда невеста на следующее же утро после свадьбы пишет большой отзыв с благодарностью, вся усталость проходит просто. Хочешь опять бежать, творить, радовать. За очень короткий срок, благодаря упорному труду, Ирина Дашковская смогла достичь вершин кондитерского мастерства. И своим примером еще раз доказала, нет ничего невозможного. Особенно, когда ты занимаешься любимым делом. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.